МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, в студии працуя Александр Гамоля, глядится в этом выпуске. Даже сблытали усе планы, сборная техника в режиме вымышенных перепынков. Зеленая города-будовництва в этой осенье на Гомельчине плануется высадить больше 20 тысяч древ. Пляжная лига 3-0. Открытый турнир по спортивной гульни «Алтимат фрисби» прошел в Гомеле. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Усей без выключения районы Гомельской области долучились до уборочной кампании. На поле массово выводят сборную уборочную технику. Только вось на двор я протягиваю, подносит неприемные сюрпризы. Коли с початку аграриям перешкоджала аномальная спякота, то ця перрегион во владе проливных дождев, что так само отбивается на урожай. Вымушенный припинок. Далеко не первый за день. Зато и есть мягчимость зазернуть внутрь комбайна. Проверить, смазать, подтягнуть. Ехать в поле одразу после дождя не льга ни в каким выпадку. Треба вычекать хоть пару годин. Потери большие будут выходить. Обмолота не будет толкована. Будут потери. На что тогда молотить, если будут большие потери? Это же нереально просто. Набьешь только в поле оставить зерно, да и все, не получается. И такие паузы у працы зараз амаль у кожных господарцы. Збожоуборочные машины выстроиваются у шерах и чекаются, пока трохи подсохнет. В регионе каждый день дождь. Тому працевать строго по графику и выходить у поля засветла немогчимо. Не характерно. Он начинает в течение дня 3-4 раза. То есть вот даже не дают, допустим, если 2 часа постояла погода, можно было молотить. А так вот вроде бы кленимся и снова пошел дождь. И так вот на протяжении последних трех дней, четырех, вот именно такая ситуация с погодой. У этих господарцев Ветковского района больше, как полторы тысячи гектаров посевов. Овес, пшаница, рапс. Полову, правда, прибрать поспели, пока было солнечно. А вот протягивать тени, выращать агрономам. Оно влажное, оно давится. Вот оно берешь и разламывается ногти. В тот же час Нельга не уличывать и тое, что значенные площадки в Гомельской области были пошкоджены червенской засухой. Усяго 74 тысячи гектаров. Там у полей бело-золотого коляру потребуют уборки у первую чергу. Аграры, не глядячи на дождь, як неколи зацікавлено управиться у стиснутые термены. При наливе зерна не произошло то, что мы планировали. Зерно в колосе очень шуплое, мелкое, недоразвитое, что может впоследствии сказаться так же и на семянном фонде. Сегодня на полях уся збожоуборочная техника. До этой годины у региона убрано больше за 11,5% збожжевых. Наибольша активная работы ведутся у паудневой части в области. Але после обеду солнечная надворья доходить и до ветки. Комбайнеры ведомо спешаются за руль и одразу у поля. Але видать знову сяго на пару хвилін. Дождь у черговый час рыхтуя грары – неприемный сюрприз. Евгения Кухаронак, телерадо и компания «Гомель». До речи, опадки чекаются до конца этого працованного тыдня. Только ближе до выходных на дворье полепшится и потеплее. Ближе ночью на большей части территории краины пройдут короткочасовые дожи. Завтра в день у особенных районах на вольнице. В ночные и ранешние годины местами будет слабый туман. Температура поветра в ночи складит до 14, в день – до 23 градусов. Отповедный характер на дворье заховается у сираду и чатир. В пятницу на дворье пошли полепшаться. В день отбудется без опадков. Слупок термометра покажет до 16 градусов в ночи и до 25 в день. В субботу и неделю на дворье будут вызначать в область повышенных атмосферных оттисков и теплая неустойливая поветранная масса. Опадков не чекается. Поветра прогреется до плюс 20 сями. Гомель «Транснафтодружба» очистила систему трубопроводов от брудной нафты. Продприемство дотерминово выконало мероприемство и дорожные карты по вытяснению неякостного продукта на территорию России. Нагадаем, ясше у кроссовику «Белнафтахим» заявил обрезким пагаршение якости нафты «Уралс». Мазырские НПЗ и «Нафтан» вымышены были изнизить загрузку могутностей и понесли страты. Только 2 мая чистая нафта поступила на мяжу Беларуси. Этой осенью на Гомельчине плануется высадить больше, как 20 тысяч древ. Это позволит полностью компенсовать страты от вселетнего усыхания посадок. Наши корреспонденты оценили ситуацию. Звышене птушиного полета добре видать, что Гомель – саправдый зеленый город. Самым старым древом не одно ста годзе. У минулого ста годзе доброупорядкованию так само надавали великую увагу. Все ли то в рамках створения больше комфортных умов для проживания традицию посадки древ протягнули, а лесу тыкнулися с пелными проблемами. В результате неблагоприятных условий процент приживаемости деревьев составил по городу Гомелю и населенным пунктам чуть более 70%. По сельским населенным пунктам более 77%. Таким образом, в целом по Гобельской области усохло около 18 тысяч деревьев. Это 10 тысяч деревьев в городе Гобеле. Як чакается, в осенью на Гомельшине будзе высаджена каля 23 тысяч деревьев. Это позволит не только полностью компенсовать страты загинувших рослин, але и поширить территорию с зелеными насаджынями. Отповедный план, прикладно, два тыдни тому, затверженный у Абл выканками. Иншая справа, что эффективность его выкананья у многим будет залежить от удзельников акции. По-перше, колы гирают обовязково узагаднять место посадок с мясовыми коммунальными службами, які добра ведают место находжения инженерных коммуникаций. По-друге, выконовать технологию посадок, на некоторых предприемствах древы высаджывают просто у песок. Без добавления грунту и удобрения и без наступного полива. А кроме загубленных древов, это еще и грошовые страты. Кошт саджанцев Бярозы и туи у специализованных предприемствах до 25 рублей. Липы – коля 30. До выбора гатунка у рослин специалисты так само раюць относятся больше уважливо, особливо в городах. Клен и ясень, сумахи еще более лучше приживаются. Липа болеет, береза болеет, тяжело приживается. Олег Сентюроу, Олеся Рудзянкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Разом с упрать коррупцией. Даден и старт международному молодежному конкурсу социальной рекламы. Створить антикоррупционные плакаты и видеоролики пропонуют молодым людям во взросле от 14 до 35 годов. Организатор конкурсу – Генеральная прокуратура Российской Федерации. До удела долучились 9 краин у Тымлику – Беларусь. Правила и умовы размещены на официйном сайте www.anticorruption.life, на які до речи и треба отправлять работы. Первый этап пройдет у каждой из країн удельниц и завершится первого костричника 2019 года. Лепшие работы будут отбираться Национальной конкурсной комиссией. Финал запланован на конец листопада. Журы вызначат пераможців и призеров у некоторых номинациях. Урочистая церемонія узнагороджения отбудется в Москве у Снежни 2019 года. Я ее примеркують до Международного дня боротьбы с коррупцией. Пераможців конкурсу шакают каштовные подарунки и памятные призы. Худка и зручно гамельчане могут доведаться про плановое отключение горячей воды при допомозі специального виджету. У пошиковику Яндекс.Биуай з'явилася додатковая функция. Скористаться ее вельми просто. Для этого необходимо увести отключение горячей воды в Гомеле, после познавшись свой адрес. Про секунду вы увидите период отключения горячей воды в конкретном доме. Новочинцы и их батьки могут спешаться за покупками. Сегодня у Гомельской области стартовал сезон школьных кермашов. До початку новочального года в регионе проведуть коле 300 кермашовых мероприемств. У Тымалику амаль 200 поширенных кермашов выходного дня. Так уж нюни яны пройдутся на площади повстания у Гомеля и у районах в области. А кроме того, большим 900 объектов по всей области оформят кутки школьника с письмовыми и канцелярскими товарами – оденем и обудком. Ассортимент у основным формируют с товаров айчинной вытворшести. Гандлевые кропки пропонуют до 280 вариантов костюмов и до 120 моделям обудку. Приблизный кошт комплекта оденя делового стылю залежит от взрослого наученца и складает от 90 до 260 рублей. Набор письмовых и канцелярских приналежностей – от 25 до 70. На минулых выходных сопрацовников промысловых предприемств у Чигуношного района Гомеля собрал 20-й юбилейный туристичный взлет. У палаточных городок завитала и наша здымочная бригада. Всю лето туристичный взлет присвятили 75-й годовине вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Удельниками стали 11 команд, у каждой по 30 человек. Подтремливали их сябры и родные, которые так само приехали сюда отпочить. Так получилось, что в июне было очень жарко и пришлось перенести на более прохладную погоду. Люди очень переживали, пройдет ли этот слет. И все с удовольствием ждали, вам не передать те эмоции, которые люди обрадовали, что наконец мы проводим в эти выходные туристический слет. Команды выставляются. Вот сейчас как-то не видно, но а так приезжают даже молодые семьи, которые в том году, позадом году были просто туристами, а уже создали семьи и есть малыши. В программе с поборниц того волейбол, мини-футбол, дартс, стрельба из пневматичной зброи и полоса пирожкот. Проявить свои творческие сдольности удельники могли у творческих конкурсов. Модный турист и лепший лагер. Команды заходя обрали тему оформления лагера и придумали дизайн костюмов. Люди едут с удовольствием, ежегодно ждут, собираются. У нас специфическое производство. Производство непрерывное, но тем не менее все стараются со смены, в смену после соревнований, но обязательно поучаствовать. Все же стараются, все готовятся. Собирается команда, приходят кому-то какие-то идеи, потом их реализовываем. До речи, в номинации «Лепший лагерь» перемогу как раз и завоевала команда предприятий «Гомель-Шкло». Они перемогли в стрельбе с пневматичной зброи. А самыми модными туристами признаны супрацовники «Гомсельмаша». Вероника Гамзюкова, Андрея Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Пляжная лига 3-0. Открытый турнир по спортивной гуне «Алтимат фрисби» прошел в «Гомеле». Удзел приняли аматоры из всей краины. Наши корреспонденты так само отправились на пляж. «Алтимат» – это командный неконтактный вид спорту з летающим диском «Фрисби». Мы это гульни с допомогой пасу передать диск гульцу своей команды, який находится в зоне соперников. У свете это вид спорту называют «Фэйрплей» – сумленная гульня. Удзельники щиро признаются в порушениях, а после матча у команды выставляют один одному от знаки. Главное правило – это оценка духа игры. Команды выставляют друг другу оценки за лучшее поведение на поле. Можно проще описать, как в футболе есть фэйрплей. То есть игроки должны играть честно и не главное победить или забить поинт. Организаторы турниру – гомельские команды по «Алтимат Фрисби» и члены громадского объединения «Совет батьков Гомеля», якие реализуют инициативу «Рух дворовых гульняв». В рамках этого проекта так само развивают стритбол, хоккей и воркаут. Есть такой вид спорта «Алтимат Фрисби». Он активно развивается в Беларуси, в других странах. И мы с помощью «Руха» привлекаем в этот вид спорта школьников, молодых людей, которым интересно бегать, прыгать и играть во что-то. В принципе, большинство тех, кто видел этот вид спорта, позитивно к нему относятся. То есть многие приходят после этого к нам на тренировки и остаются в игре этой. Офицейный «Алтимат Фрисби» изъявился в 1968 году. Миновата тогда стали проводить первые регулярные гульни. Фрисби развивается у Беларуси довольно уполненно. Навод, есть сборная, которая представляет нашу краину на «Сусветном узровании». Около года назад. И с этих пор началась именно подготовка сборной. Набор игроков. Ну и, собственно, отбор, сборы. Туда включались сборы. Разнообразные турниры. В том числе и в Амстердаме, в России, в Сербахе. То есть в разных-разных местах. В «Гомеле» периодически может встретиться здесь и 20-30 человек именно из «Гомеля», которые играют в «Алтимат». Но регулярно на тренировке. Ну, порядка 10-15 человек на тренировке ходят регулярно. Вот. И стараемся как-то продвигать. Сейчас больше работаем со школьниками. Кожный четвер до конца лета рух дворовых гульняв и гульцы гомельских команд будут знакомить гомельчан с этим видом спорта. С поборницей проходят на стадионе средней школы номер 12 с 18 до 21. До дела запрашаются все жадающие. Вероника Гамзюкова, Наталья Игнатенко, Андрей Иванул. Телерадио компания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Спасибо за внимание. До встречи эфира. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Успешную операцию по закрытию точки продажи наркотических средств провели оперативники наркоконтроля Калинковического РУВД. Из незаконного оборота выведены амфетамин и марихуана. При поиске дурмана отличилась служебная собака таможенной службы. Два местных жителя купили психотропы в одном из частных домов в Калинковичах. Бойцы наркоконтроля задержали их с поличным. В рюкзаке обнаружили сверток с веществом белого цвета массой 0,22 грамма. Экспертиза установила, что это феномин. Следующим этапом стала операция по ликвидации точки продаж. В ходе санкционерного обыска наркодилер сам выдал два пакетика с наркотическим веществом и марихуана. Он надеялся, что другие наркотики не найдут. Но на помощь милиционерам пришла служебная собака по кличке Шерри, которая состоит на службе в таможне Гомельской области. Она указала специальным сигналам на то, что еще в трех местах могут находиться наркотические средства. В итоге в доме нашли сейф, спрятанный в шкафу. Внутри обнаружили ручной фонарик, в корпусе которого находилось 15 свертков. Еще один был спрятан в футляре от весов. Веси также были с остатками вещества белого цвета, как и три приспособления и две трубки для употребления наркотических средств. Дополнила картину стеклянная кухонная дощечка, на которой была разложена феноминовая дорожка и лежащий рядом пневматический пистолет. Все изъятое в ходе обыска направлено на экспертизу для определения точного веса и типа наркотиков. Проверку пройдет и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело. Нетрезвый водитель снес в Речице припаркованный к краю проезжей части автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками. Спецтранспорт восстановлению не подлежит. Обошлось без жертв. В ночь с пятницы на субботу сотрудники ГАИ Реческого РОВД несли службу на улице Трифонова районного центра. В момент составления административного материала на нарушителя, находившегося на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов, на служебный автомобиль ГАИ, обозначенный аварийной сигнализацией и проблесковыми маячками синего цвета, был совершен наезд автомобилем Ауди под управлением нетрезвого водителя. В результате происшествия пострадавших нет, автомобили получили значительные механические повреждения. В отношении ГУРЕ-водителя было составлено три административных протокола, в том числе за езду в нетрезвом виде. Еще один водитель, будучи навеселей и к тому же лишенный водительского удостоверения за пьяную езду сроком на пять лет, развлекался, катая девушку на капоте внедорожника. В какой-то момент на процелочной дороге возле деревни Скрыгалова Мозырьского района 36-летняя пассажирка не удержалась и оказалась под колесами авто. От полученных травм она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, семь лет лишения свободы. Очередное ЧП зафиксировано и на железной дороге. Накануне поездом Круговец-Гомель на перегоне Тереховка-Носовичи был травмирован пенсионер. 77-летний житель Витебска с многочисленными переломами госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы. Медики прикладывают максимум усилий, чтобы спасти человеку жизнь. По данному факту правоохранители проводят проверку. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. А я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На выезде зелено-белые были сильнее столичного торпеда. На 24-й минуте Виталий Квашук точным ударом завершил розыгрыш углового ворот соперника. Под занавес первого тайма Евгений Милевский двоил преимущества гомельской дружины. В концовке матча хозяева один мяч смогли отыграть, отличился Дмитрий Лисакович. Эта победа позволила гомелю подняться с 15-го на 14-е место в турнирной таблице. Мозырская славя, которая в свой поединок 15-го тура против Википска проведет 25 сентября, занимает 9-е место. На финише первого круга произошла смена лидера. Брестская «Динамо», проигравшая одноклубником из Минска, уступила первую строку Борисовскому Бате. Между тем из стана зелено-белых пришли трансферные новости. Покинули команду полузащитник Милован Капор и голкипер Дмитрий Дударь. Пополнили ряды гомеля защитник Андрей Васильев и полузащитник Сергей Глебко. Первый имеет в своем багаже выступления за российские Ростов, Динамо и Санкт-Петербурга, Тульские арсеналы и белорусская Минская торпеда. Глебко защищал цвета Бате, Слуцка, Городей, Словацкого партизана и столичного торпеда. Соглашения с обоими футболистами рассчитаны до конца сезона. Гомельская мини-футбольная команда БЧ сообщила о подписании сразу четырех игроков. Максим Евдокимов перебрался в стан железнодорожников из Борисова-900, Сергей Селивончик из Оршанского Витена, Павел Книга из охраны Динамо. Олег Еремин два сезона до переезда в Гомель выступал в украинской экстралиге в составе Покровского «Титана». Игроки присоединятся к команде после выхода из отпуска. Подготовку к новому сезону железнодорожники начнут к концу нынешней недели. Гомельские спортсмены завоевали четыре золотые награды первенства Беларуси по легкой атлетике. В Бресте состязались юноши и девушки возрасте 14-15 лет. В секторе для прыжков с шестом победил Александр Марфушкин. Дарьи Себик не было равных в метании копья. Нам наш пак показал лучшие секунды в забеге на три километра. В метании диска на высшую ступень пьедестала поднялся Никита Козлов. Также в активе представителей Гомельской области на первенстве страны 13 серебряных и 4 бронзовых награды. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.